Война есть война. Вы пришли на нашу землю, мы вас 12 толпим. Украина за границей. С тех пор, как киевское правительство дало приказ обороняться, державний кордон в районах, примыкающих Приднестровью, превратился в огромный котлован. Вот они, оборонительные позиции Украины. Ров 3 на 3 метра. Его протяженность на сегодняшний день около 50 километров. Здесь фиксировались и армейские установки, предназначенные для создания рвов. В периодах, когда не было техники, работали люди. Лопаты, кирки. Противотанковый ров украинцы начали копать весной 2014-го. Приднестровские пограничники подсчитали, чтобы окопаться по всей границе, а это около 480 километрах. При нынешних темпах украинцам потребуется не меньше 8 лет. Работа у вас тяжелая. Долго еще копать? Сейчас здесь 140 метров. А там 4-5 километров. Вы разделяете эту позицию, что нужно обороняться? Конечно. А вот и официальная позиция украинских властей по поводу ситуации в Приднестровье, которую вот уже год с упорством тиражируют в СМИ. За этой линией находится Республика Приднестровье. Еще один проект России. Агрессор его может использовать для нападения на Украину. Многокилометровый ров только один из методов защиты от возможного нападения со стороны Приднестровья. Начиная с марта прошлого года граница с Украиной была достаточно серьезно усилена. В оборонном порядке. На ключевых местах установлены дополнительные огнивые точки. Этот момент достаточно смешно воспринимается. Почему? Потому что сравнить Украину с ее многомиллионным населением, ну и Приднестровье, где население порядка полумиллиона, ну, военные силы просто несравнимы. В украинском поселке Кучурганы, до которого отсюда не больше 400 метров располагается рынок. В связи с падением курса гривны закупаться именно там приднестровцам стало в два раза дешевле. Однако тем из них, у кого российские паспорта, попасть на территорию Украины в последнее время становится все сложнее. За истекший период времени порядка 800 человек обратилось к нам с информацией о том, что их, как раз, на России не пропустили. Это мотивировалось тем, что из Приднестровья может быть массовый поток боевиков, скажем так, в Одессу, в Новороссию и так далее. Ну, никаких доказательств, естественно, не предоставлялось. По информации, которая есть у погранслужб Приднестровья, жители пограничных районов Украины с периодичностью пугают готовящейся атакой. Вот только парадокс. В Приднестровье о планах к наступлению не слышали ничего. Фиксировались проезды машин без номеров, неизвестной принадлежности. И они через громкоговорители объявляли о том, что с 31 июля на 1 августа ожидается нападение Приднестровья на Украину. Ну, лично я с удивлением узнал, что, оказывается, вот там, послезавтра я собираюсь нападать на Украину. Руководство Приднестровья констатирует, в данный момент непризнанная республика находится в тяжелейшем состоянии двойной экономической, политической и идеологической блокады. Мы ждали неожиданностей со стороны Молдовы, то сейчас уже, получается, нам надо ждать неожиданностей с двух сторон. Тем не менее, никто не паникует, мы занимаемся плановой работой. Отряд, смысл! Товарищ министр обороны, личный состав отряда занимается согласно плану боевой подготовки. Командир отряда подполковник Елисеев. Вольно. Вольно! Негласное правило, действующее в рядах Приднестровской армии. Чем труднее солдату в мирное время, тем вероятнее боец останется живым в военное. Здесь вот мы буквально недавно начали монтировать макет самолета для того, чтобы работать именно в обстановке такой приближенной, чтобы они могли тренироваться. Министерство обороны Приднестровья готово показать, как живет современная армия, созданная в сентябре 91-го, с началом вооруженного конфликта с Молдовой. То государство, которое не хочет кормить чужую армию, должно кормить свою. Шаги! Шаги! Вооруженные силы, не признанные Приднестровской Молдавской Республики, насчитывают до 15 тысяч бойцов. По мнению военных экспертов, по своей численности и боевой мощи они существенно превосходят армию Молдовы. У нас в основном имеются на вооружении вертолеты Ми-8, Ми-2, техника, так скажем, не нового, устаревшего типа. Но, тем не менее, нам удается, несмотря на то, что она эксплуатируется длительное время, поддерживать ее в справном боеготовом состоянии. Молодых летчиков у нас недостаточно, как, наверное, и везде. Но, тем не менее, основной костяк позволяет нам выполнять поставленные задачи. Я хожу на посадку. Танкодром недалеко от Тирасполя. В советские годы здесь располагался запасной военный аэродром. Сейчас одно из танковых подразделений проводит здесь учения. Эти занятия плановые. Однако, с началом конфликта на юго-востоке Украины в армии Приднестровья объявлен режим повышенной боевой готовности. Танковая дивизия – еще одна гордость вооруженных сил Приднестровья. К слову, в арсенале вооруженных сил Молдовы по официальным данным танки не значатся. На данном учебном месте механик-водитель отрабатывает постановку машины в окоп в оборонительном бою. У нас на вооружении стоят танки Т-64БВ. Количество не скажу. В то время как ближайшие соседи Приднестровья уже давно ориентированы на натовские стандарты, вооруженных силах непризнанной республики гордятся преемственностью традиций советской и российской армии. Те победы наших дедов, прадедов, дедов, родителей, руководцов, они в какой-то мере, да я же даже скажу не в какой-то мере, а в большей мере откладывают отпечатки на подготовку молодежи на современном этапе. Министр обороны Александр Лукьяненко подчеркивает, Приднестровье имеет оборонительную доктрину, а значит задача армии прежде всего защищать свои территории. Мы разрушаем дорогу, расстреливаем футбол, что можно, то делаем, будем стоять до последнего. Да, конечно, обстановка нагнетается и ощущается это нагнетание непонятно по чьим указаниям. Мы даже недоумеваем по этому поводу. Для чего? Мы не готовимся ни на кого идти войной. За событиями на юго-востоке Украины здесь с самого начала следят пристально. Защитники Донбасса защищают свой дом, в котором они жили, родились, учились, выросли, детей нарожали. И вот иди разбери, у кого правильнее. Я думаю, все-таки правильнее тот, кто защищает свой дом и свою семью. И у нас мотивировка та же самая. Мы защищаем свою землю, свой дом. Украинский сценарий очень напоминает Приднестровцам события 92-го. Корни одни и те же. Это волна национализма, это отдельные интересы олигархов. Мы все жили в одной молдавской советской социалистической республике. И вдруг нас начали пытаться делить по национальностям. Хотя и с той, и с этой стороны, слава богу, оказалось много здравомыслящих людей. Вчера, 20 июня, у нас закончились противотанковые средства. У нас очень мало их было. И они буквально в упор расстреливали здания из полкома, из танка, из самоходной установки. Это был расстрел безоружных людей. В эти страшные дни живые не успевали хоронить мертвых. А как они убивают наших детей? Ему было только 16-17. Покажите вот здесь, в этой буре. Боже мой, боже мой, боже мой. Эту благодатную землю легла в день пожизнания. Гвардии полковник Владимир Семенов – участник и ветеран молдавско-приднестровского конфликта. Самые ожесточенные бои в 92-м происходили на этом самом месте в городе Бендеры. Вот мостик, по которому сейчас весело бегут машины, это была разделительная черта. По одну сторону наши, днестровские ополченцы и казаки, по другую сторону уже молдаване. Они перестрелились, перебрасывались гранатами. Вот этот дом девятиэтажный, который находится сзади машины, верхняя часть в нескольких квартирах была буквально разрушена артиллерийскими снарядами нашими. Там прятались снайфера, которые пытались подавить. То, что творится в Донбассе сегодня, это повторение нашего Приднестровского конфликта один к одному. Точно так же вошли бронированные колонны. Точно так же жителей разрешено было июлю месяц, жарко, хоронить прямо во дворах. Но у нас был лебедь, который дал команду провести арт-налеты и выбить артиллерийской батареи. Разбомбили практически снарядами, не снарядами, пушками танковый батальон. И остановили войну. В те годы Владимир Иванович возглавлял отдел технических средств пропаганды и отвечал за создание полевого телеканала. Вот сохранившиеся кадры хроники той необъявленной войны. Это толпы беженцев, которые уезжают из охваченного войны Приднестровья. Уезжают женщины, дети, везут с собой домашних животных. В день уходило 5-6 эшелонов. Естественно, пассажирских вагонов не хватало. Уезжали в теплушках времен Великой Отечественной войны. Но в то время Украина и Одесса помогали нам, они были друзьями. Полковник Семенов – потомственный военный. Радед Леонтий Фомич Семенов, полный георгиевский кавалер. Дед – участник Первой мировой войны. Награды до них сохранились. А отец – участник Великой Отечественной войны. Он воевал всю Великую Отечественную войну на Катюше. Младший сын Николай продолжает династию. Сейчас курсант военного института имени генерала Лебеди. Долг, как гражданина Приднестровской Молдавской Республики, в том, что должен отслужить свои республики, как полагается всем. Как отец меня учил. Если я принялся служить, я хочу стать офицером. То я должен идти до конца, несмотря на все тяготы военной службы. В марте 2014-го отец и сын вступили в ряды ополчения Крыма. Помогал готовить кушать ополченцев. И самое главное, ходил по нашим отрядам, ходил по украинским КПП. Мы совершили то же самое, что сейчас Крым, за что борется Крым. И добились освобождения. Теперь мы живем свободно. Пусть денег богато, пусть нас ущемляют экономически, но мы честно живем. Семеновы уверены, мир у соседей наступит в тот момент, когда политики вернутся к исторической правде. И тех, против кого боролся мой дед, мой отец, сделали национальными героями. Как так может быть фашист быть героем? А мой отец, который воевал в армии по стороне Советского Союза и победил всенародного, всемирного агрессора Гитлера, теперь оказывается совершал неправедные поступки. Ситуация на Украине сыграла серьезную роль и в дестабилизации экономической ситуации в Приднестровье. Украина закрыла сразу несколько пунктов пропуска для приднестровских грузов. Убытки, которые мы несем, исчисляются десятками и сотнями миллионов долларов. Ситуация такова, что уже сегодня мы не можем в полной мере обеспечивать социальные выплаты, то есть нести социальные обязательства перед населением. И люди у нас уже несколько месяцев недополучают 30% из зарплаты пенсий. В Министерстве иностранных дел также констатируют вынужденную изоляцию республики на дипломатическом уровне. И скоординированные действия Украины и Молдовы сегодня, по всей видимости, имеют общую цель удушить, сделать людей здесь еще более бедными, обострить социально-экономическую ситуацию, возбудить недовольство среди населения. Осадное положение для непризнанной республики не новое. Однако в условиях двусторонней блокады основная задача правительства – не допустить гуманитарной катастрофы. Здесь выросло целое поколение людей, которые никогда не жили ни в какой другой стране, и которые знают, как право жить на этой земле завоевывалось их родителями. То, что сейчас происходит, нас, преднестровцев, сплачивает, мобилизует и делает нас сильнее. Субтитры создавал DimaTorzok